Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите экономический календарь от компании Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Первая половина недели ознаменована выходом следующих макроэкономических данных, способных повлиять на действия инвесторов на текущей неделе. В Китае во вторник опубликуют сальдо баланса внешней торговли за январь. Согласно прогнозу, индикатор составит 24,2 млрд долларов. Напомним, что в декабре положительное сальдо торгового баланса КНР снизилось до 25,6 млрд долларов с 33,8 млрд долларов, так как рост экспорта Китая не оправдал прогнозов. Ожидалось, что значение декабря окажется на отметке в 32,15 млрд долларов. Объем экспортируемых товаров вырос на 4,3% в декабре, хотя прогнозировалось повышение на 5%. Отметим, что в ноябре показатель находился на отметке в 12,7%. В то же время годовой рост импорта составил 8,3%, что выше прогнозов в 5%. Кроме того, в Швейцарии в среду выходят данные по инфляции. Как прогнозируют аналитики, индекс потребительских цен в январе упал на 0,2% по сравнению с декабрем и незначительно вырос на 0,1% за год. Месяцем ранее наблюдалась аналогичная динамика. Так, в декабре в месячном исчислении цены снизились на 0,2%, а в годовом поднялись на 0,1%. Отметим, что это стало вторым повышением годового показателя подряд. В ноябре он повысился впервые за более чем два года. По итогам всего 2013 года годовой уровень инфляции был отрицательным – минус 0,2%, хотя в 2012 году рост потребительских цен был на уровне 0,7%. Также в среду европейское статистическое ведомство Евростат готовится опубликовать отчет по объему промышленного производства в декабре. Согласно предварительным оценкам, показатель смог нарастить 1,8% по отношению к предыдущему году. Однако по сравнению с предшествующим месяцем индикатор по прогнозам сократился на 0,2%. Стоит отметить, что в ноябре объем промышленной выработки в еврозоне увеличился самыми высокими темпами за 3,5 года, прибавив 1,8% в месячном выражении и 3% в годовом, что добавило позитива в прогнозы роста ВВП валютного блока. Эти данные оказались лучшие ожидания экономистов. Рост промышленного производства в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем стал самым высоким с мая 2010 года. В годовом исчислении рост стал самым высоким с августа 2011 года. Это был календарь наиважнейших макроэкономических событий текущей недели. Приятных вам торгов!